Привет! Мы с вами находимся на северо-востоке Москвы, в Лосиноостровском районе. И здесь недалеко от кольцевой дороги проходят две улицы с такими северными названиями. Она называется Таёжная, другая Таймырская. Но они проходят рядом, небольшие улицы, параллельно друг к другу, одна на другой. И поэтому, я думаю, будет уместно рассмотреть эти улицы вместе на одной встрече. Таёжная улица проходит от Челюскинской улицы до Норильской улицы. И она с двухсторонним движением табелем транспорта, по одной полосе в каждом направлении. Длина её составляет около 500 метров. До 1660 года эта улица проходила в подмосковном городе Бабушкин. И называлась в нём улицей Карла Маркса. Ну, в честь известного деятеля марксизма. Собственно, основателя идеологии марксизма, которая, соответственно, потом применялась и у нас в России тоже. Идеологами большевиков. Через четыре года после вхождения города Бабушкин в состав Москвы, улица была переименована. Ну, потому что в 1660 году в состав Москвы вошло много разных городов, деревень, посёлков, которые уже проходили улицы Карла Маркса. А в Москве, кстати, был проспект Карла Маркса уже ещё в советское время. Там, где сейчас алкохотный ряд. Завазны и дальше другие соседние улицы. Поэтому, собственно, чтобы не было одноимённых названий, переименовали по названию Тайги. Ну, такой, Таёжных лесов, Тайги, потому что улица находится на северо-востоке города. Откуда, в общем-то, идут дороги как раз в Тайгу в том числе. Вот. Ну, понятно, русский север, но в том числе и в Тайгу тоже. Вот. А также ещё потому, что улица отлично озеленена, утопает зелень. Ну, в общем, действительно, прям несколько даже напоминает такие участочки, такой Таёжный, как будто здесь мы попали в зону Таёжных лесов. Ну, что-то немножко отдалённо напоминает. Надо сказать, что в середине 20 века, то есть около 100 лет назад, улица была гораздо длиннее. Она шла до пересечения Стайнинской улицы. Ну, после включения территории в состав Москвы и переименования в Таёжную улицу, значение улицы стало уменьшаться. Затем было стекло с деревянного строения, которые на ней находились тогда ещё, да, относительно совсем недавно. Часть её вообще исчезла и превратился в проход между разными зданиями. Нетронутым осталось только вот начало этой улицы. На улице, действительно, довольно много сосен. Вообще, она вся утопает в деревьях. Ну, и, наверное, самое интересное, что в 1926 году Академия Губкин сделал открытие. Он здесь в городе Ласиностровск, который находился тут ещё до включения его в состав города Бабушкин, и где вот эта улица проходила изначально. Он сделал открытие, что вот в этом городе Ласиностровск существует Дивонское море, самое древнее на Земле. По нему не ходят корабли, человек туда не может проникнуть, каким водом. А оно законсервировано на глубине 1300 метров, ну, почти полтора километра. Поэтому ценнейшая вода этого озера, она называется Рапа, такая густая и солёная, во много раз превосходит своей ценностью воду Мёртвого моря, который считается самым целебным морем на Земле. И уже в 1930 году, после этого открытия, источника вот этого, соответственно, этого Дивонского моря, по распоряжению Лаврентиберия, был организован здесь вот, на этой улице, санаторий Светлана. Для первых, лиц государства. Здесь сейчас лечились и сам Лаврентиберия, Анастас Микоян, Алексей Аджубей, Леонид Брежнев, ну и многие другие, так сказать, знаменитые деятели нашего советского государства. Во второй половине, ну, ещё бывшего советского государства, во второй половине 20 века, здесь были построены новые корпуса, санаторий Светлана. Ну, начальное предназначение места отдыха для партийной элиты не было утрачено, для неё выделили отдельную территорию, названную Домом отдыха Лусь, который числится по соседней улице Таймышской, про которую я сейчас расскажу. Ну, а этот, в принципе, санаторий Светлана, в принципе, тоже остался, конечно же. А вот, ну, он, скажем так, уже, может быть, не для столь приберегированных людей, уже, так сказать, теперь существует, да, в принципе, не только партийная элита, ну, может, в принципе, каждый человек, но, естественно, и с деньгами, конечно, если есть на это возможность. На территории санаторий действует две скважины, в конце улицы в 2015 году построили элитный жилой комплекс, ажи-таёжный, но, конечно, главное достоинство этой улицы, это чистый воздух и тишина, а здесь действительно очень мало машин на этой улице, ну, и очень, конечно, хороший свежий воздух. Санаторий, Светлана, здесь вот работа с 30-х годов, это самый главный здесь объект на этой улице, ну, а чуть на противовом стороне находится еще церковь на Лосинке, евангельских христианах-баптистов, здание, по-другому, два строения, один двухэтажный здание, тоже существующий с 30-х годов, но, естественно, тогда церкви никакой, конечно же, не было, в разгар советской власти, ну, какие-то были, тоже, может, другое назначение было, тоже, как вот, санатория. Ну, и, как я говорю, в конце улицы, да, построен шестиэтажный клубный дом и одиннадцать трехэтажных таунхаусов на огороженной территории, под номер восемь строений один, два и три, ну, числятся они, да, построен был в 2010-х годах, не так давно этот комплекс, вот, с собственной инфраструктурой, это, значит, жилой клуб Таёжный, вот, ну, там все охраняется, конечно, по самому современному слову все построено, прям буквально утопают зелень, сосен и вообще деревьев, которые здесь находятся, много хвойных деревьев. Ну, и также отмечу Таёжный сквер с деревьев, кустаратиками, газовыми, скамейками, асфальтированными плиточными дорожками, искусством освещения, и также Гагаринский парк. Ну, так сказать, Гагаринский парк, он, ну, тоже, кстати, вот, можно погулять, и Таёжный сквер, и Гагаринский парк, в принципе, вот, есть. Ну, насколько я понимаю, там одна зона отдыха, она открыта для посещения, а вторая, она, соответственно, закрыта, там, на огороженной территории, туда уже не пройдешь. Вот. Ну, и рядом, да, как я сказал, соответственно, над этой улицей проходит, на Таёжный проходит Альмырская улица, она тоже идет от Челюспинской улицы до Норильской, тоже двухстороннее движение, это один транспорт, по одной полосе в каждом направлении, ну, чуть длиннее, около 800 метров. До 1160 года, естественно, она тоже проходила в подмосковном городе Бабушкин, и называлась в ней улицей Луначарского, ну, в честь еще одного знаменитого советского партийного деятеля. Через четыре года после вхождения города Бабушкин в Став Москвы, после того, как территории Став Москвы, улица была дременована, потому что в Москве обошло тогда несколько улиц в 1960 году Луначарского из присоединенных подмосковным деревень, поселков, ну, и кроме того, в Москве тогда была улица Луначарского, но чтобы не было наименности, временовали, назвали по полуострову Таймыр самым северным полуостровом в России. Ну, понятно, тоже находится на северо-востоке города, откуда, в принципе, как раз идут дороги до этого полуострова Таймыр. Вот. Ну, надо сказать, что изначально эта улица формировалась еще в дачном поселке Джамгаровка, который, соответственно, находился тоже здесь, рядом с Лосинкой, с Лосиностровским поселком. Вот. Они тогда соседствовали. Вот. Назвом был по фамилии Банкиров Джамгаровых. Вот. Ну, и здесь строились дачи. Естественно, вдоль дачи строились несколько улиц. Изначально это были просто просеки, прорубленные в сосновом лесу, ну, среди леса. Вот. Ну, и поселок начал славиться как место благоприятное для больных туберкулезом, ну, по понятным причинам, потому что много хвойников здесь. Ну, и сюда увозили на лето воспитанников Таймовских приютов из Москвы. Появились телефонные станции, водопробот, библиотека, лечебница. Ну, естественно, потихонечку стали эти просеки становиться улицами. Ну, когда поселок Осиностровский в 1925 году получил статус города, объединившись с Джамгаровским поселком, улицы стали обретать и название. Вот. То есть до этого были безымянные, а потом стали... Ну, и это вот улица получила название... А на центральной была улица поселка Джамгаровка, да, получила название Честь Луначарского. Вот. Ну, а потом, когда вот, да, соответственно, я уже говорил, да, вот и Губкин открыл Гивонское море на соседней улице Карла Марса, которая называется Таюжная. Ну, и там был построен тогда санаторий для партийного руководства, вот, и такой небольшой дом отдыха Светлана. Вот. Ну, а здесь, соответственно, вот, как бы его отделение тоже, так сказать, то, что отдыха небольшое построили и назвали его Луось. Вот. В 1664 году, в 1660 году улица вот вошла в состав Москвы, в 1664 году была переименована, названа Таймырской. Ну, и деревянные дома здесь начали исчезать, да, Читаки, да, которые еще были здесь, так сказать, с дегуляционных времен и до того, как они вошли в состав Москвы. Ну, активной застройки здесь не произошло, потому что вот большая часть улицы от Лименовской была отведена по территории дома отдыха, вернее сказать, двух домов отдыха Светлана и Лось, которые сейчас, соответственно, и сейчас здесь находятся, да, один на одной улице, другой на рядом находящийся. Вот. Ну, и напротив дома отдыха Лось, оттуда еще и на этой улице и родильный дом. Ну, тоже, в принципе, очень хорошее место для рождения детей. Такой сосновый остров. Эта улица, она до сих пор им остается. Вот такая зеленая зона между таежной таймерской улицами является практически заповедным местом отдыха и местных жителей, вообще, в принципе, те, кто приезжает сюда из других регионов и Москвы, и, в общем-то, других гостей столицы. Вот, так что, в принципе, сейчас, насколько я понимаю, в этих вот санаториях Светланы и гостинице Лось могут остановиться, в принципе, любые желающие. Вот. Ну, гостиница или дом отдыха Лось, еще так называют по-разному, да. Она трехзвездочная считается, да. Входит она в гостиничный комплекс президент-отель управления делами президента России. На территории, в положении соснового леса. А в летнее время для гостей, желающих провести мероприятие на свежем воздухе, имеются летние веранды, шатры делают на земляничной лесной полянах. Ну, для тех, кто любит, так сказать, активно отдыхать, то есть волейбольная площадка, каток зимой есть. Ну, и всякие, так сказать, тоже виды от настольного тенниса, бадминтон играет, карапет, перетягивание каната. Ну, в общем, любой может, так сказать, найти себе, так сказать, спорт по душе. Ну, и также можно, так сказать, реализовать тут и с вами какое-то свое мероприятие, какие-то разных тип корпоративных каких-то мероприятий. Ну, и здесь, в основном, летнее время. Вот, что еще здесь находится на этой улице? Жилые, есть вот на Таймырскую, Саватища, Таёжный есть все-таки два жилых дома, и оба четырехэтажных, и оба были построены в 360-м году. Вот, причем в доме, в одном из домов находится наркологический диспансер. Вот. Ну, и помимо жилых домов, рядом также с ними находится медицинское училище, школа и также детская школа искусств, вот, с театральным уклоном. Ну, и роддом, уже упоминал, роддом, знание 383-го года постройки, здание под номером 6. Ну, и, конечно, самое главное здесь, это, естественно, зона отдыха. Гагаринский парк. Общедоступный, где, в принципе, можно погулять в этом парке. Так что, насколько я понимаю, да, можно, в принципе, в нем погулять. Особенно, конечно, в летнее время. То, в общем, многие люди так и делают. И, кстати, вот эти два дома жилых, их хотят снижение по программе реновации, они попали в нее. Так что, скорее всего, даже эти двух жилых домов на двух улицах, и то не будет скоро времени. Ну, возможно, на них вместе построят какой-то многоэтажный полис, это очень вероятно. Но, не знаю, возможно. Да, ну, кстати, на Таежной улице тоже есть. Недавно построили. Я забыл сказать, тоже жилые дома-то есть. Но просто такой элитный, как клубный дом Таежный. Так что, там тоже есть дома. Но их, конечно, носить никто не будет, они совсем новые. Вот. Ну, добраться сюда довольно сложно, потому что от метро эти улицы, естественно, сильно удалены. Так что, лучше всего доехать от метро Бабушкинска на автобусе 605 до основки центра образования. Она находится на Челюскинской улице. И дальше пройти пешком. Вот. Ну, а сюда, на следующей основке, можно выйти тоже на автобусе 605, снова Челюскинская улица. Тоже на самой Челюскинской улице. И пройти пешком. Вообще, страспорт ни по той, ни по другой улице не проезжает. Приятных прогулок. И до новых встреч на улицах Москвы.